Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я напомню о том, что я перевожу на русский язык новости, которые происходят в Турции. Новости из официальных источников здесь в стране. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику и моего личного мнения. В инфобоксе под видео также есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Подписывайтесь обязательно. А мы с вами приступим. Давайте начнем с самого животрепещущего, что вчера вечером, конечно же, несло некую смуту у нас в обществе. В Малатье, это там, где было землетрясение 6 февраля 2023 года, было два серьезных землетрясения. Там их на самом деле авторшоки еще были потом, но по факту это было больше 5 баллов и 4,7 баллов землетрясения. Это было вечером, практически в 6 вечера, когда все возвращаются домой, то есть все, по сути, находились люди в помещениях. По общим сведениям, никаких разрушений или пострадавших людей обвалов не было. Об этом заявлял сразу же официально мэр города в соцсетях, потому что все очень, скажем так, сильно боялись. Паника была сильная, все выбежали на улицы. Но при этом предупредили население о том, что в городе все равно остается много зданий, которые были нежилых, никак ими сейчас не пользуются. Но очень много зданий, которые повреждены в ходе февральского землетрясения, но пока что их еще не снесли, потому что там фронт работ просто огромный. Попросили находиться таких зданий подальше, как можно лучше следить за своей безопасностью. Меня до этого спрашивали, в принципе, как там идет постройка в Кахраман-Мараш и Малатье после землетрясений февральских. Просили дать информацию. Официальная информация со статистикой, уже давно она не обновлялась на самом деле. Стройка идет, там сдают дома. Дома одноэтажные, как правило. Это отстраивают сейчас всякие деревни. Это же не только в самих городах произошли землетрясения, но и в провинциях, в деревнях. Они там тоже все были разрушены. В общем, стройка идет. Я не могу дать какой-то личной оценки, потому что там не была, не видела. Но я могу подтвердить, что есть данные о том, что до сих пор тысячи людей живут в временных общежитиях или в так называемых палаточных городках. Но это палаточные городки не в прямом совсем смысле. Есть где-то шатры. Понимаете, все равно у людей нет своего места, своего адреса, своей жизни. Они потеряли имущество, потеряли своих родственников. Турецкие СМИ на днях заявляли о том, что в аэропорте Стамбула 7 октября были задержаны два израильских шпиона. Даже зачитая их имена, они все это обнародовали. Никола Радонич и Фуда Усама Хиджазы. Они подозреваются в шпионаже в пользу израильской разведки. Они примерно в 15-16 году организовали и своровали, если так можно выразиться, вывезли в Израиле палестинского хакера. Имя его дано Омар. Но возможно это официально как бы не... Это официальных СМИ было, скорее всего, настоящее имя. Не написано, не было примечания редакции о том, что именно там, например, имя изменено и так далее. Потому что он пытался хакнуть и атаковал систему ПВО Железный Купол в Израиле. Также на днях правительство подняло снова процентную ставку до 40%. Что тут можно сказать? Для удержания, естественно, потому что муниципальные выборы идут, сейчас Новый год, экономика давит, точнее инфляция на пятки наступает. Но официально после этого президент также заявил о том, что это последнее повышение, условно обещаю, даю добро вам. Лира укрепится, это было последнее. Вот на данный момент турецкая лира стоит практически 28 турецких лир за доллар. Прогнозы о том, что к Новому году, еще месяц впереди, скорее всего, будет 30 лир за 1 доллар. Этот прогноз также у нас давал Bloomberg. Была статья на эту тему, и анализ давали самые главные экономисты всего мира. И, видимо, для того, чтобы опровергнуть эту ситуацию, предсказания укрепить и на внешней политике, в том числе позиции Турции, экономикой подкрепить их, сейчас максимально прикладываются силы, чтобы порогов 30 лир за 1 доллар мы к Новому году хотя бы не достигли. В Стамбуле подняли стоимость за воду холодную на 15%, то есть вода, которая у вас течет из крана. Но есть хорошая новость. Если помните, когда у нас были в мае месяце президентские выборы, в этой гонке подключалось у нас все, что только можно. И поднимали резко на 30-40% зарплату госслужащим и бюджетникам. И еще одна была мулька, когда в мае месяце закончился отопительный сезон. Президент указ подписал о том, что стоимость природного газа в квартирах для населения будет бесплатной. Тогда это обещалось примерно на 1-2 месяца. Я уже доточных сейчас не вспомню. И все эта история как бы закрылась. Мы тогда еще с вами, в принципе, обсуждали это и в комментариях о том, что самое большое потребление людей газа в городах, это, конечно же, отопление центрально. Самые большие счета в течение года приходят. Но есть же люди все равно, которые газ потребляют очень много. Причем, которые печи, ну я имею в виду комфорки, готовят и так далее. В доме газ очень многие газифицированы у нас здесь страна. И все это время, получается, люди за газ как бы не платили. И вот сейчас у нас холодает. Я об этом сейчас немножко попозже расскажу. Антициклон очень страшный. Накрыл Турцию. Снега, штормы. Ух, стихия бушевала. И все вспомнили, как бы, о, а что у нас по поводу газа, собственно, считай, что за отопление начнут приходить. И до 1 мая 2024 года, то есть весь этот зимний сезон, по всей стране стоимость не взымается с людей за природный газ, если они потребляют до 25 кубов в месяц. Все, что будет свыше этого объема, оплачивается по тарифам. Честно скажу, я понятия не имею, сколько у нас на отопление кубов уходит. Возможно, надо будет посмотреть это в корешке, да, в счете за газ, электричество, свет, коммуналку. Но кто живет здесь в Турции, напишите, пожалуйста, в комментариях, платили ли вы уже за свои счетчики в октябре, пользуетесь ли вы отоплением, платили ли вы за газ все это время, очень интересно. И потребляете ли вы больше 25 кубов? Вообще, последние две недели максимально, потому что очень много критики в сторону правящего режима президента. Я об этом говорила и в прошлые выпуски наши. Внутренняя политика сейчас, конечно же, больше волнует здесь граждан, не внешняя. Ситуация с Палестиной остается все равно такой же, напряженной. Нашлись два турка, которые месяц назад еще отправились своим ходом, если так можно выразиться, воевать на сторону Хамаса в газу, защищать людей. Это никакие не профессиональные военные, просто два каких-то молодых парня между собой не были знакомые. В общем, с ними связь месяц назад примерно пропала. Буквально два дня назад журналисты опубликовали о том, что их тела были найдены, они были убиты во время атаки. В общем, они были в газе, они как-то туда попали. Критика увеличивается, и даже бывшие некие сторонники президента, которые уже, назовем так, политики на пенсии, которые были в обойме у нас 7-10 лет назад, очень активными, все равно осторожно в своих взглядах критикуют президента, хотя раньше были с ним на одной волне, они были в одной партии сторонниками. Например, я даже вам скажу, что бывший соратник Ахмед Давут Оулу, я хочу зачитать прямо его фразу. Я поздравляю президента Эрдогана с заявлением о том, что у нас нет долга перед Израилем. А если у нас нет долга, почему продолжаются поставки нефти из Джейхана в Израиль? Почему мы продолжаем отправлять продовольствие, цемент, железо и сталь? И вопросительные знаки. Это было в парламенте заявление. В общем, даже бывшие, лучшие, назовем так, друзья и сторонники, допускают критику такую мягкую, но она все равно есть. Активно, кстати, сейчас начинается демократически двигаться новый выбранный глава Джейхэпэ. Он летал нам в Анкару, было такое немножко критики в соцсетях его действия. Где-то показушно-демонстративно, конечно же, было видно, что съемка ведется специально. Ну, человек, когда смотрит в камеру, там, или, например, не снимайте меня, или еще что-то. Ну, видно, да, что человек, которого снимают, либо с ним вместе сопрождают, снимают. По рабочим абсолютно делам, в пиджачке, все как полагается. И он воспользовался не частным самолетом или бизнес-классом, а сел как в общем эконом-классе со всеми людьми, просто с пассажирами. В чем критика в интернете была? В том, что он пытается сейчас максимально, я не знаю даже, как это назвать правильно, сформулировать, ну, знаете, возродить некую веру в демократию, в стране, которая после выборов подутратилась у людей, подрастряслась, и многие разочаровались вообще в оппозиции, которая есть. И он максимально старается показушно как бы это делать, и его критиковали за вот этот показ демонстративный, что это не просто случайно кто-то снял, а сняли там на телефон, но все равно его как бы и в соцсети, конечно же, это опубликовали. Но он там прямо в камеру не, скажем так, обращался, и критика в том, что он сделал это специально, акцентировал, назовем так далее, акцентировал внимание. И был пост у него, его слова, цитаты о том, что, видите, можно делать свою работу, работать для людей в парламенте, в стране и так далее, при этом я не трачу государственные деньги на свой комфорт, на бизнес-джет или хотя бы даже на бизнес-класс. Я тепло вот весь с народом, все вот в этом роде. Ну, естественно, очень много критики по поводу экономики. Я так скажу, что сейчас максимально в стране будет у нас переходить знаки внимания, если так можно выразиться, к внутренней политике, к вот этим выборам. Изначально, даже два месяца назад, это было на муниципальном уровне, потому что выборы муниципальная, критика властей, на стамбульского мэра оппозиционного наезжали про пробки, про трафик и всякое такое, знаете, про грязь там. Ну, стандартные муниципальные дела, да. В других городах точно так же, а потом это были нашествия, скажем так, очень у нас, помните, много стычек было прям, эта борьба проявлялась в социальных сетях, видео просто практически каждый день религиозных и светских турок, вот это противостояние, это та же самая и политическая борьба абсолютно с двух лагерей, они друг друга вот эту информацию эту транслировали. Сейчас, когда начался палестинский конфликт, мы видим, что президент пытается из этой ситуации для своего внутреннего потребителя, для его 50 с лишним процентов, которые за него голосовали в мае месяце, не потерять, скажем так, лицо, объединить вот этот холивар, то есть религиозная война, максимально она переводится в религиозный статус, то, что против ислама, религии, вот это демократическое и светское общество. Короче, история та же самая, просто формат немножко другой происходит. И вот этот новый и другие, вот видите, даже просторонников, я его бывших говорила и так далее, не подхватывают инициативу о том, что окей, будем с тобой на этом поле разговаривать, и они ищут вот эти минусы, например, в экономике, что Турция продолжает, и в прошлом видео говорила, экономику, торговлю, корабли отплывают в Израиле и вообще на 13 процентов, экономика взаимодействия Турции и Израиля за этот год выросла вообще даже и в тот месяц, октябрь, в котором уже официально шла война. То есть условно, ну вы понимаете, они это подсвечивают. Вот сейчас, скорее всего, в стране борьба будет на эту тему, внутренняя политика, но они используют ее, в этой борьбе используют вот эти рычаги, когда Эрдоган, как мы могли, кстати, за месяц за последнюю недельку, после его поездки к Шольцу в Европу, в Германию, вы можете увидеть, что заявлений стало гораздо меньше, и они просто повторяются, потому что любые его вот эти выпады высказывания очень хорошо здесь подсвечиваются внутри страны, используются, стараются против него. Посмотрим, что будет дальше. Естественный процесс — это просто политика, это жизнь. И по землетрясению я хочу дополнить, тоже вышла статья профессора Хасана Сёсбелир, мы часто его упоминаем, что Турцию будет трясти, и по последним исследованиям были обнаружены новые разломы, которых не было раньше. То есть почва вообще у нас неустойчивая, и эти новые разломы будут способствовать 5,5 баллов в среднем, то, что в Малатии буквально на днях и было. В общем, прогноз неутешительный, он также продолжает говорить о том, что вот в этой зоне будут также 5,5 баллы, это будет систематически, периодически. На прошедших выходных в Турции был очень большой ураган, вообще фактически он накрыл всю страну, всю территорию страну. У нас везде либо ливни шли, либо сели сходили, либо ураганы, либо где-то засыпало снегом, то есть в зависимости от градусов, в широте и долготе, какой находится территория. Но по факту вот эта непогода, она в разной степени, под разным видом зацепила всю страну. Ну, Турция не такая уж по километрам, да, и большая, огромная страна, неудивительно. Бушевала это в субботу и воскресенье непогода, в воскресенье она вообще максимально усилилась. В Стамбуль у нас также рассылал предупреждение АФАД, это МЧС Турции, что у нас будет шквалистый ветер. И да, возле Стамбула, вот на Черноморском побережье, с той стороны, куда у нас летом приплывали неразорвавшиеся мины, тоже пляж вот этот шиле и курортная вот эта зона, там просто смыло рестораны, кафе, пляжи, бич-клабы, которым летом люди плавали, отдыхали, проводили время. Что еще можно сказать? Разбилось два суда в шторме, одно судно налетело просто на волнорез у берега, потому что его просто выкинуло туда и разломилось пополам в Трабзоне. Просто страшно. Люди, в итоге, этой непогоды за два дня в стране погибло 9 человек. Причем 12 человек экипажа одной лодки, их не нашли, то есть их не признали погибшими, они в поиски шли их. Это просто 52 человека, и 9 еще погибли. Были такие страшные случаи, что просто волной там сель пошел, смыло, в общем, и детей унесло в воду, они погибли. Мама их, короче, это просто кошмар. Но вообще, если мы возвращаемся к внутренней политике, больше всего в стране, и в телевизоре в том числе, люди обсуждали в парламенте обсуждения, которые были, прямые эфиры из парламента, когда вообще, в принципе, Эрдоган заявил о переделе переписи Конституции и одного очень важного пункта. Процентов по поводу выбора президента, как их будем засчитываться. Сейчас это избирательный порог 50% плюс 1. То есть, если ты перешагнул 50% с какой-то маленькой запятой доли, то ты еще и таешься победителем. С одной стороны, может что казаться? Это классно, замечательно. Мы, если кто-то условно победил, набрал больше в первом туре, то есть у нас убираются другие туры выборов. То есть, если мы начинаем выборы президента, кто понабрал больше голосов, неважно, сколько, чтобы у тебя не 50 было, просто больше, тот и победил. Но мы не забываем о фальсификации, о вбросах различных, которые в Турции тоже были, не в таких масштабах, конечно, но они все равно тоже есть, а там подкупи избирателей и так далее. Получается, кто хорошо потопал, тот и полопал. То есть, кто смог в первом вот этом этапе выборов, кто смог победить, больше себе притянуть, неважно, честно-нечестно получается, да, тот и победил. И разборки вторым и третьим туром, они заканчиваются, их просто не будет, их вычеркнуть с Конституции. А сейчас в данный момент, да, побеждает тот. В первом туре, если никто не набирает большинством больше 50 и плюс 1%, то у нас идет второй тур выборов, где можно еще агитировать, призывать к себе. И мы видим, что на прошедших выборах в мае месяце, да, он значительно, конечно же, Эрдоган выиграл. Но если мы посравним с первым туром, то потом Джиэпэ конкретно притянули тоже много людей к себе. То есть, борьба довольно-таки честная была на самом деле, несмотря на какие-то вбросы и еще что-то. То есть, возможность остается у оппонента побороться. Если перепишется Конституция, то этой возможности уже не будет. Я как сказала, кто потопал, тот полопал. Кто в первом туре приложил какие-то усилия, не знаю, каким способом, да, тот и выиграл, получается. Я спорю, что это уже никак не получается. Признан победитель. Поэтому очень активно, прям ершисто обсуждается эта тема. И другие люди, которые, например, интересуются политикой, общество, как они живут, да, говорят, вот если мы берем турок, о чем они сплетничают, о том, что, ну блин, сейчас вот этот порог перепишут, потом у нас другие права из Конституции будут вычеркивать и переписывать. И потихоньку-потихоньку мы станем вообще максимально бесправными несветским государством. Ну и вы мне просите хороших, добрых, приятных новостей. Давайте я вам смешную новость расскажу. Вот это чисто турецкий менталитет, забавный, я буквально за это их люблю. Очень комичная бывает ситуация. И вот была ситуация буквально в Анкаре, в столице страны. Посадили людей в самолет. То есть они сдали багаж, прошли весь контроль, сели в самолет, пристегнулись. И говорят, через 15 минут мы вылетаем. И тут же бортпроводник или капитан корабля объявляет о том, что, ой, извините, мы не вылетаем в Батман, как планировали на территории Турции город. Мы сейчас будем менять самолет, потому что мы вас посадили в самолет, который летит не в Батман, а в Амстердам. То есть из-за ошибки, назовем так, диспетчеров сотрудников аэропорта внутри, кто распределяет самолеты, взлетные полосы и так далее. То есть люди практически в последнюю минуту чуть не улетели в Амстердам вместо Батмана. Комично очень. Видео очень завирусилось. Люди смотрели, смеялись, обсуждали в соцсетях это. И говорили, это, знаете, в стиле сериала, ну не сериал, а фильмы полнометражные, но их очень много в стиле Реджи Паведик, глупых каких-то ситуаций, комичных максимально, которые условно не придумаешь. Такое только может быть. А помните, тоже перед выборами очень активно у нас президент пытался перетянуть внимание Илона Маска на Турцию. И была у них с ним встреча, когда Эрдоган летал в Америку. В частности, они там чуть полчаса или час там разговаривали, а Илон Маск приходил на встречу со своим сыном. В общем, все такое приятно и интересно. Обсуждали они, конечно же, бизнес. Я бы говорила о том, что Теслы очень много стали отгружать. И в Стамбуле просто заселение сейчас электрокарами Теслой. И из интересных новостей министр транспорта Турции заявил о том, что с Илоном Маском и его компанией SpaceX уже подписан контракт о том, что с весны следующего года, 24-го, Starlink будет работать и в Турции. Это интернет, да, спутниковый от компании SpaceX. Но для начала он будет работать для государственных нужд транспортных, там, навигация, какие-то там оплаты, например, карточками, что мы проезд платим и так далее, и так далее. То есть для государственных нужд. Если все будет окей, обкатает историю, то Starlink будет работать, в принципе, в Турции. А это очень большая интересная новость. Если мы берем так, ну, через годик позже, когда это может появиться, ведется в обиход, у нас Starlink появится, потому что интернет в Турции не дешевый, не везде он скоростной и хороший. В Стамбуре с интернетом особо, ну, у всех по-разному окей. Часто слышу жалобы на интернет, но это от провайдера еще зависит, но и цена не дешевая на интернет в Турции. В общем, Starlink бы не помешал, скажем так, скоростной, беспроводной, быстрый во всех уголках страны. Было бы классно. Но при этом, уже официально, Илон Маск отказал в строительстве завода Tesla на территории Турции, как ему предлагал, с предложением вышел Эрдоган на той встрече в Америке. И сейчас компания рассматривает строительство своих заводов в Индии, потому что производство там в разы дешевле. Вот такие новости Турции на данный момент. Если у вас есть вопросы, задавайте под видео в комментариях, будет интересно почитать. Вообще, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите просто комментарии в поддержку канала, чтобы YouTube видел вашу активность и предлагал мое видео большему количеству пользователей. Напоминаю, что в инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал «Самые свежие новости в Турции, Токио, Бугюн». Подписывайтесь, следите за новостями, и там позитивных, интересных, комичных новостей гораздо будет. Я приглашаю вас посетить мой лекторий «Здоровых отношений». У нас с вами пройдет четыре лекции в закрытом телеграм-канале, доступ к которому у вас остается в течение трех месяцев. Вы можете вернуться к этой информации или послушать эти лекции в течение трех месяцев в любое удобное для вас время. Лектория стартует 5 декабря. И с этого дня к лекторию прикреплен чат с живым общением. Я буду отвечать на ваши вопросы по поводу отношений, взаимосвязей, то есть наше с вами живое общение, интерактив. Этот чат будет действовать в течение двух недель. Вот будет уникальная возможность, приобретая четыре лекции с информацией, также получать консультации психолога, темы, которые мы затронем с вами на лектории. Что такое здоровое отношение, определение токсичных, какие факторы способствуют тому, что мы вступаем в токсичные и нездоровые отношения. Также у нас будет лекция про самооценку, ее формирование, насколько она важна в взаимоотношении с партнером, личные границы, как они важны в отношениях, как их расставлять, я вам дам схему личных границ, если у вас есть страх, возможно, говорить нет, отказывать и отстаивать свои личные границы с партнером. И заключительная лекция будет о том, как создавать и поддерживать здоровые отношения. Самый лучший приятный подарок на Новый год. Подарить себе шанс на новую жизнь, на здоровые и счастливые отношения. В инфобоксе под видео указана моя электронная почта. Для информации о стоимости и условиях этого курса электрория вы можете написать в теме письма «Хочу в лектории». Я вам отвечу, пришлю письмо в ответ со всеми условиями. Напоминаю, что электрория стартует 5 декабря. Прекрасный повод сделать себе приятно и начать новую жизнь в здоровых отношениях. До новых встреч. Увидимся на электрории. Продолжение следует...